Чуть больше недели осталось для празднования Дня Города и Дня Республики. Для нас это ежегодно важный рубеж, которым мы по традиции приурачиваем завершение многих знаковых объектов. И в городе некий маркер состояния городской экономики, городской инфраструктуры. В связи с подготовкой к саммиту БРИКС в этом году планы по капитальному строительству, по капитальному ремонту, по объектам благоустройства, по фасадам несколько увеличены. И для нас это, прежде всего, больший объем работы с проектно-сметной документацией, увеличившаяся нагрузка, связанная с организацией выборов подрядчиков. Но также больше контрольных мероприятий, документов. Одним словом, напряженный график работы. Между тем, собственные ощущения, если первые шаги наши по универсиаде, компетенции и знания всех, кого я перечислил, мы ни разу не готовили такие события, то сегодня, конечно же, уровень компетенции заметно вырос, сложные работы команды исполнительного комитета, наших коллег из республиканского правительства, республиканских органов власти, федеральных, позволяют выполнить и охватить объем работы не только в количественном выражении, но и в качественном сроке. Научились работать, и это видно по объектам. Ну а для жителей города, для гостей столицы День города, День республики – это ожидаемый праздник, который проводят с друзьями, с родными, приглашают гостей. Друзья Рамзельна, прошу доложить о программе мероприятий к Дню города. День города и День республики – один из самых значимых праздников для всех нас. Это возможность еще раз убедиться, в каком прекрасном месте мы живем, с какими прекрасными людьми. Поэтому это не только и даже не столько праздник, сколько дань уважения и признания к любимой Казани и родному Татарстану. По традиции программа Дня города и Дня республики начнется с мероприятия во дворах и районах Казани. Конкурс «Голос нашего двора», «Голос нашей команды» за 7 лет проведения стал уже своего рода символом Дня города. За эти годы в нем приняли участие 5000 казанцев в возрасте от 5 до 85 лет. Многие из них стали не просто звездами своего двора, но и принимают активное участие в общегородских мероприятиях. На этой неделе стартуют отборы в районах, а финал конкурса запланирован на 27 августа. Ознакомиться с подробным графиком и локациями можно в социальных сетях администрации районов. Традиционно преддверить Дня республики и города повсеместно проходят мероприятия, нацеленные на развитие языковой культуры народов, проживающих в Татарстане. Отмечу несколько самых ярких. Сегодня в парке Урицкого в течение дня проходят народные гуляния, посвященные одному из самых ярких праздников славянской культуры – яблочному смасу. Фестиваль откроется в 11.00 ярмаркой ремесленников, где каждый желающий сможет приобрести продукцию или поучаствовать в мастер-классе, в народных играх, а далее на летний сцене парка выступят фольклорные коллективы. Также сегодня в культурном центре Чулпан начинает работу детская театральная лаборатория имени Туфана Миннулина, которую организует наша детская театральная студия «Пурш». Пурш. 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 Завтра завершается прием заявок на конкурс «Саума Хазан. Здравствуй, Казань!». Среди мастеров декоративно-прикладного искусства мы уже получили около 100 заявок от художников из многих городов и районов республики и более чем 10 регионов России. Напомню, что в этом году конкурс проходит по четырем направлениям. Это художественная обработка кожи, бойлоковаляние, вышивка, керамика. В центре внимания легенды и мифы древней Казани. По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ и опубликован буклет. А в идеале лучшие образцы конкурсантов должны войти в ассортимент туристической продукции Казани. Вечером 24 августа на балконах нашего здания на Кремлевской состоится театрализованный перформанс «Голоса Казани Казан-Паушлара». Мы проводим это мероприятие с 2021 года, и каждый раз перед нами встает вопрос, о чем будут стихи на балконах на этот раз, какую историю мы поведаем зрителям. И в год семьи мы решили обратиться к теме любви. Главный герой перформанса – поэт-странник, который искренне верит, что мир соткан из любви. А вот его антагонист, ученый-физик утверждает, что все подчиняется лишь науке. А любви на земле и вовсе нет. В этом споре нам и предстоит разобраться. На нашу импровизированную театральную сцену и в этот раз выйдут ведущие актеры Казанских театров, вокалисты, музыканты. Их выступления будут сопровождаться видеомэппингом. Я хочу подчеркнуть, что это мероприятие уже обрело своих преданных поклонников и каждый год собирает тысячи зрителей. В этой связи особенно хочется поблагодарить наших творцов, партнеров, которые создают настоящее чудо. С удовольствием приглашаю и всех жителей, и гостей города, и всех вас, уважаемые коллеги. Начало 20.30. 24 августа на улице Маржиани развернется фестиваль новой татарской культуры Пищембазара, организованной при содействии Всемирного форума татарской молодежи. Фестиваль объединяет городские сообщества, дизайнеров, поэтов, музыкантов, которые представляют современную татарскую культуру, развивают тем самым межкультурный диалог среди городского населения. Я бы даже сказала, что это своего рода смотр современных национально-креативных индустрии Казани и Татарстана. Буквально в преддверии дня города завершаются занятия по татарскому танцу «Харакет Табаракет», которые проходили по четвергам все лето на набережной озера Кабан. А теперь хочу представить подробную программу мероприятия на 30 августа. День республики и города начнется с торжественного мероприятия в Казанской ратуши, где будут чествовать новых почетных граждан города и внесенных в Книгу почета. Напомню, что в этом году почетными гражданами Казани стали Марат Хуснулин и Роза Забарова. В 10.00 состоится долгожданное открытие детского парка «Елмай», расположенного между Кремлевской набережной и Экстрим-парком «Ура». Парк «Елмай» станет самым масштабным открытым пространством для детей в Татарстане, которое реализовано в рамках стратегии развития Казанки. Стоит сказать, что у такого парка и в масштабах страны аналогов мало. Одна из жемчужин этого парка – грандиозная сцена, полностью соответствующая самым высоким техническим и технологическим решениям для выступления артистов. Большое счастье, что первыми ее откроют участники детского творческого движения «Эйбет», который появился после инициированного НВАМИ Ильсу Раисовича одноименного фестиваля. В течение дня на территории парка будут работать площадки с активностями для всей семьи от студии, развития творческого потенциала и резидентов павильона «Архидеяти». Будут транслироваться мультфильмы. В день открытия общественного пространства дети смогут принять участие в кулинарных мастер-классах. Они пройдут в кафе нового парка. 30 августа в парке начнет работу выставка автора и иллюстратора Натальи Демьяненко по одноименной книге «Мой дом на воде». Издательство «А плюс А» о павильоне заработает детский книжный магазин от смены. Также в этот день пройдет открытие обновленного фуксовского сада, который прилегает к территории Набережны. В рамках открытия пройдут экскурсии от краеведа Марка Шишкина и ландшафтного архитектора аптекарского огорода Артема Паршина. В рамках года семьи 30 августа в Казань съедутся 45 пар молодоженов из каждого района и городского округа республики. Поздравят молодые семьи, почетные гости и популярные артисты. В 13.00 также у центра семьи «Казан» состоится шестой мотофестиваль «Два Кремля». Здесь тоже ожидается очень разнообразная программа, которая познакомит жителей и гостей города с байк-культурой. Кульминацией фестиваля станет выступление рэпера «Эсте». А колонну байкеров можно будет увидеть на центральных улицах города. Маршрут будет проходить по улицам Кремлевской, Карломарского, Вишневского, проспект Универсиады, Профсоюзная и Кремлевская дамба в сторону Чаши. Главной спортивной площадкой Дня города станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Здесь пройдет традиционный легкоатлетический кросс с воспитанниками спортивных школ и ветеранами спорта. Турнир по шахматам, соревнования по баскетболу, соревнования по мини-футболу, а также открытый урок по йоге. Самой молодежной площадкой станет экстрим-парк «Урам». Здесь на протяжении всего дня с 10.00 до 22.00 будет проходить шестой музыкальный фестиваль «Урам», организованный Министерством по делам молодежи. Фестиваль объединит представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличной культуры. Вечером в парке состоится концертный программ с участием молодежных групп. Сагат унан Козан-Кирмены территорийсинда «Дартфест» заманча Татар Маденияты фестивали башланып китайшек. Ул Татары эстрадасының заманча юнальшилары, башқарушилары, хамьями, мюзик, резидентлары қатнашуында узачақ. Под стенами Казанского Кремля развернется масштабная ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан», организована Министерством экономики Республики Татарстан. На площадке будут представлены разнообразные продукции со всей республики. Более тысячи гармонистов со всего Татарстана и регионов России соберутся на народном празднике «Уйнахзгармунар» на площади у театра Камалы, чтобы порадовать всех виртуозным звучанием. Гармонисты пройдут парадом от театра через улицу Баумана и поднимутся к площади 1 мая. Затем с песнями и плясками под аккомпанемент гармонии участники пройдут к Казанскому Кремлю, а над завершающей локацией Кремлевской набережной представят праздничный концерт. Далее на площади перед театром Камала в 13.00 работающие молодежи представят традиционный гала-концерт-фестиваля «Безнэкзаман». Это уже седьмой такой большой концерт молодых артистов. На сцену выйдут порядка 300 участников фестивального движения, работников крупных промышленных предприятий, а также бюджетных организаций и учреждений Татарстана со своими лучшими номерами. В 12.00 в сердце Старой Казани на набережной озера Каван начнется фестиваль народного костюма «Мелликием». Городская традиция в этом году отпразднует свое пятилетие. Концепция праздника будет посвящена истории Казанского театра. Бұлгы үзіншелеклерінің бірсі бейрам хунақларының мақсус «Мелликием» фестиваліна туры кетіріп кеген кеймдарин тағдиметті болашақ. Шылайлық томашашыларыны театрал томаша, концерт, ярминке, қобан көлі тұрында китап тағдиметті, лекциялар, экскурсилар, хәм шей зоны сүкіті. Шара кешкет оғызға қадар дауыметтәшек. В 13.00 на пешеходной улице Каю-Монастыри пройдет фестиваль «Хозан сүлгысы», участниками которого станут более 300 певцов и танцоров народного жанра. Фестиваль сохраняет и популяризирует петено-танцевальное искусство татарского народа, дает возможность обмена опытом татарским коллективам из разных уголков мира, а также поддерживает талантливых исполнителей. С 2019 года он включен в список креативных проектов сети творческих городов ЮНЕСКО. В 14.00 на Казанском ипподроме начнется традиционный конно-спортивный праздник, программе скачки, заезды, концертная программа мастеров искусств. На берегу реки Казаньки у стен Казанского Кремля на площади перед Дворцом земледельцев пройдет ставший уже традиционным оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованным Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением маэстро Сладковского. На сцене выступят молодые звезды оперной сцены Дмитрий Чаблыков и солистка Мариинского театра Мария Баракова, которая уже пела, влоскала и метрополитен-опера. На противоположном берегу центра семьи Казан 17.30 начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22.00. Участниками программы станут артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станции мир», певица Фаузия, молодая татарская исполнительница Дышать, коллектив «Братья Гримм» и Дима Билан. И, наконец, 22.00. Небо над акваторией Казаньки украсит масштабный салют, наблюдать за которым можно будет с любой стороны набережной Казаньки, от центра ГИМС до моста Миллениум. На праздничных площадках будет организована выездная торговля продовольственными товарами, изделиями народных промыслов и сувенирной продукцией. Проведение массовых мероприятий повлечет за собой некоторые ограничения движения транспортных средств и перекрытия участков дорог. 23.00 и 24.00 в период с 15.00 до 24.00 будут перекрыты участки на улице Кремлевская от площади 1.00 до улицы Чернышевского, в том числе Ивановский спуск. 23.00 с 22.00 и до часу ночи 26.00 будет перекрыт отрезок улицы Моржани от дома номер 4 до дома номер 22. 30.00 в течение дня будет перекрыта улица Севлата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Парковочная зона возле центра семьи Казан. С 7.00 до 22.00 перекрытие затронут улицу Моржани, улица Каюма, Насири и Зайни Султана. В этот же день в период с 13.00 до 17.00 на улице Кремлевская, площадь 1 мая до улицы Астрономическая, в том числе Ивановский спуск. Традиционно на всех площадках празднования будут дежурить бригады скорой медицинской помощи, службы пожар и ратушения, сотрудники полиции. Для обеспечения безопасности доступ будет осуществляться через пункты досмотра, поэтому обращаем ваше внимание на то, что посетить мероприятие лучше с минимальным количеством вещей в комфортной одежде. 30.00 августа советуем горожанам воспользоваться общественным транспортом, который будет работать в усиленном режиме. В этом году, так же, как и в предыдущих, мы уделим особое внимание семьям бойцов СВО, пригласим их на главные праздничные мероприятия. Надеемся, что погодные условия позволят провести праздник на высоком уровне, порадовать жителей и гостей столицы разнообразной программы. Вы видите, что все городские службы, все творческие коллективы, лучшие умы города приложат усилия для того, чтобы этот день стал запоминающимся, замечательным праздником. Приходите всей семьей, ждем вас. Барлык-казан, ларны, хамбашкалабыскуна, ларны, хауфхатерсис, матур, бувакия, ларна, уздарабжи, гереке, шакрабыс, рахматы. Традиционно вторая половина августа проходит под эгидой подготовки в преддверии празднования Дня Города и Республики. Как Гузей Рамзелин доложила, мероприятия готовятся на все вкусы, для всех возрастов и по месту жительства, и в главных точках районных наших подразделений, и, безусловно, в центре города. Одним из знаковых событий, которые мы вместе с вами все и ждем, и готовили, это открытие детского парка Елмай. На набережной работы идут в хорошем темпе, много еще нужно успеть. Постоянно, еженедельно мы там в штабе принимаем какие-то решения. Ну и все это ляжет в завершающую стадию, и у нас появится вся линия набережной от Кремлевской дамбы до Миллениума, даже от Кировской дамбы до Миллениума. И начинали мы это формировать набережную к 2013 году, как в Всемирной универсиаде, но объем работ, финансирование, это одним щелчком пальцев не сделаешь. Поэтому завершение вот этого этапа единой линейки от Кировской дамбы, Кремлевской дамбы и Ленинской дамбы до Миллениума, такой важный штрих в нашем зеленом каркасе города, и парк Елмай задумал как уникальный объект, его ландшафт связан с тем ландшафтом, который там сформировался. Мы изготовили уникальное оборудование, в которых нет аналогов, специально для этого парка, и предусмотрели в том числе, кроме оборудования для отдыха активного детей разного возраста, в том числе и сцену, на которой наши творческие коллективы, как детские, юношеские, так и взрослые, в течение сезона смогут выступать и давать концерты, в том числе отчетные концерты, наши различные коллективы. Поэтому ждем с нетерпением, трудимся над качественным завершением. Ну и как любому новому парку нужно будет подрасти, поэтому немножко нужно будет время. Какие-то деревья мы с досадим в ноябре начало, но в целом парк будет полностью готов. Параллельно активно готовимся, как всегда, к началу нового учебного года. Для нас задача номер один – это подготовка непосредственно самих школ. Завершаем строительство в новых микрорайонах трех новых школ, и четыре тысячи наших детей будут обеспечены шикарными условиями. Все школы на протяжении всего периода строительства мы внимательно отслеживали, начиная от дизайна, компоновки. Несмотря на то, что каждая школа и на 1224, и на 1501 учащихся мы уже реализовывали и строили в городе, но их абсолютно не узнать, благодаря креативу дизайнеров и тому, как с любовью строят строители эти объекты. И какова ситуация в остальных школах города? Готовность доложит к началу учебного нового года Ирика Савчев, начальник управления образованием. Пожалуйста, Ирика Савчев. Остается совсем немного времени до начала нового учебного года, когда школьные двери вновь распахнутся перед учениками. Учебный год начнут более 182 тысяч учеников, из них более 19 тысяч – это первоклассники. Наибольшее количество первоклассников принято в лицее номер 185 и номер 186, а также в гимназию номер 184, в лицее номер 182 и гимназии номер 107 откроются по 11 классов для первоклассников. Традиционный учебный год начнется с торжественных линеек, приуроченных ко Дню Знаний. В этом году 1 сентября выпадает на выходной день, поэтому школьники начнут учебу со 2 сентября. Самых маленьких учащихся ожидают приятные сюрпризы. Традиционно мэрии Казани готовят для них подарки. Первоклассникам вручат дневники добрых дел, а учащимся – вторых классов дневники юного эколога. Кроме этого первоклассники получат свето-возвращающие элементы. В новом учебном году три новые школы впервые откроют свои двери для учеников. Это лицей номер 95 и Кен, расположенный в жилом комплексе «Весна-2» на 1501 место, лицей номер 133, возводимый в микрорайоне М14, и лицей номер 79, Родина на улице Родина на 1224 места каждое. В общей сложности три новые школы смогут принять почти 4000 учащихся. Каждая новая школа – это удивительный мир знаний со своей уникальной концепцией, которая подкрепляется образовательной инфраструктурой и современными решениями в дизайне. Так, например, лицей номер 95, естественно, научного профиля с соответствующим оборудованием. В инженерных классах появятся 3D-принтеры, цифровые лаборатории откроют направление робототехника, веб-программирование будет полигон для сборки беспилотников. Лицей называется ИКЕН, в переводе с татарского «Оказывается» как отправная точка для будущих открытий наших юных талантов. Новая школа Родина будет эколого-технологической направленности с углубленным изучением биологии, химии, экологии и экобиотехнологии. В оформлении учреждения отражена тема природы, родной страны, выпускники школы смогут решать ресурсы, сберегающие эколого-технологические задачи, направленные на улучшение качества жизни людей. Лицей номер 133 «Вайля» будет многопрофильным с использованием в образовательном процессе современных технологий. Учреждение планируется открыть арт-лабораторию, а также школу сборки и управления дронами. Для детей предусмотрена программа по ранней профориентации, дополнительные задания, занятия по авторским программам от ведущих преподавателей страны. Символично, что школа с названием «Вайля» открывается в год семьи. Для обеспечения достаточности школьных мест наряду со строительством новых школ в городе возводятся пристрои или отдельные корпуса к существующим зданиям школ. В новом учебном году начнет свою работу отдельный корпус на территории Татарской гимназии номер 2 на 270 мест. В данном корпусе появятся кабинеты с современным технологическим оснащением, два спортзала и актовый зал, созданные все условия для комфортного обучения. Одна из задач нового корпуса состоит в том, чтобы разгрузить главное здание, которое теперь остается младшему звену. Начиная с 8 класса дети будут проходить обучение во втором корпусе. Благодаря новому объекту в школе смогут принять большее количество первоклассников. Кроме того, на базе школы организуют методический центр наставничества. В нем будут работать специалисты из КФУ и учителя самой гимназии. Студенты смогут посещать открытые уроки, чтобы приобрести опыт работы в полилингвальных школах или в школах с преподаванием на татарском языке. Благодаря труду педагогов казанское образование входит в тройку лучших в стране по качеству знаний учеников. Это подтверждает результаты школьников на экзаменах и олимпиадах. Поддерживать и развивать этот уровень будет значительно эффективнее в современных школьных зданиях, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. Работы по капитальному ремонту позволят 24 тысячам детей обучаться в комфортных и современных условиях. В этом году проводится капитальный ремонт 6 школ и 17 пищеблоков, которые станут школьными ресторанами. Ежегодно для поддержания общеобразовательных учреждений в надлежащем состоянии выполняются работы по текущему ремонту. В этом году текущий ремонт охватил 32 школы. Упор был сделан на ремонт кровель, фасады, цокольных помещений, замену оконных блоков, что позволит улучшить температурный режим и повысить энергосбережение в учреждениях. В трех школах Казани обновляются спортивные залы. Благодаря вашей поддержке в 4 школах проводится ремонт специализированных кабинетов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут оснащены всем необходимым для индивидуальной работы с детьми. Здесь предусмотрены пространства для работы с дефектологами, логопедами и психологами. Также устанавливаются развивающие тренажеры и сенсорные оборудования, которые помогут в проведении активности и обеспечат психологическую разгрузку детей с особенностями развития. Кроме того, продолжается работа по обеспечению антиротеррористической безопасности в школах. В пяти учреждениях устанавливаются контрольно-пропускные пункты. В пяти школах появилась инфраструктура для моделирования, разработки и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Работы проводились в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году город участвует в программе по созданию технопарков «Кванториум» в учебных учреждениях. В 2022 году в Казани открылось первое такое пространство в школе номер 98, а в этом году ведутся работы по созданию технопарков в школах номер 64 и 174. Они станут уникальными площадками для реализации идей, а также развития научно-исследовательской деятельности. Одна из возможностей для наших школьников, желающих в будущем стать педагогами, это поступление на целевую подготовку педагогических кадров. Сейчас высшее образование по этой программе получают 215 студентов. Среди условий обязательно трудоустройство и работа по направлению подготовки не менее пяти лет после окончания учебы. Благодаря программе целевого обучения в этом году 22 студента получили диплом о высшем педагогическом образовании. В День знаний они придут в школы Казани и встретят своих первых учеников. Отдельного внимания заслуживает проект «Новый педагогический класс Казани». В этом учебном году будут работать 54 психолого-педагогических классов в 28 школах. Ученики в течение года взаимодействуют с университетами, изучают психологию и педагогику наряду с основной образовательной программой, а также проводят свои первые классные часы с малышами из начальной школы. К главному педагогическому празднику Дню учителя в прошлом году мы запустили грантовый конкурс «Новый педагогический класс Казани» по двум номинациям. Педагогический старт – грант для школьников на реализацию социально значимого проекта педагогической направленности. Определены пять проектов, на реализацию которых выделено по 100 тысяч рублей. И также педагогический драйвер – грант для образовательных организаций за лучшую организацию работы классов психолого-педагогической направленности. По итогам конкурса выявлено четыре победителя, которые стали обладателями вознаграждения от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. В этом году заявочная кампания уже открыта, коллеги и учащиеся формируют заявки. Казань, являясь комфортным городом России, притягивает не только туристов, но и людей, которые выбирают наш город для жизни и карьерного роста. Статистические данные показывают, что в систему образования Казани приезжают работать педагоги не только из муниципальных образований республики, но также из других регионов страны. Всего за последние два года к нам переехали 153 педагога. Больше всего педагогов переезжают из республики Башкортостан, Мариел, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей и Чувашской республики. После продолжительных летних каникул казанских школьников ждут насыщенные учебные недели. 3 сентября во всех школах пройдет единый урок «Экстремизму нет», а также классные часы и беседы, посвященные Дню памяти и трагедии в Беслане. В начале учебного года также будут проведены мероприятия по безопасному поведению на дорогах. 5 сентября пройдет День безопасности дорожного движения, в рамках которого в образовательных учреждениях будут организованы мероприятия для формирования у школьников правил безопасного поведения на дороге. С 5 по 12 сентября в школах пройдет «Неделя добра». В течение всей недели в школах запланированы дни, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию, всероссийским акциям, мероприятиям, разговорам о важном и году семьи в России. Будут организованы уроки добра, посвященные бережному отношению к животным, мероприятия, беседы, игры с привлечением детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на формирование толерантных отношений друг к другу. Завершится неделя проведением благотворительных ярмарок в поддержку детских домов, нуждающихся в лечении детей и бездомных животных. Учебный год начнется через две недели. Мы с нетерпением ждем, когда опустевшие на время летних каникул стены школ вновь наполниться звонкими голосами наших учащихся. Мы неоднократно с разных трибун в разных формах говорили и говорим, что казанское образование для нас это не менее мощный драйвер для города, для развития, чем строительная отрасль, промышленность, потому что в этих 170 тысяч детей формируется завтрашний день нашего города. Мы с максимальной серьезностью всегда относимся к состоянию наших школ, делаем все возможное для того, чтобы дети обучались, получали образование в новых и в отремонтированных школах, чтобы детям в школе было комфортно, сытно, тепло, уютно, чтобы уроки проводились в оснащенных кабинетах. И, безусловно, мы очень внимательно следим за результатами государственных экзаменов. Большое внимание в свое время уделили еще Сальсургарайчем системе подготовки олимпиадников, сделали это одним из первых в республике, и результаты не заставляет себя ждать. Все данные по прошедшему учебному году и по тому, как наши дети сдали ЕГЭ, мы узнаем в четверг, рассмотрим подробно все аспекты подготовки к новому учебному году, подведем результаты ушедшего учебного года и, безусловно, задачи на предстоящие. Очень важно, что мы в этом зале, так аккуратненько об этом, когда говорили о стратегии развития Казани, писали на далекий, казалось, 2030 год, после тысячелетия, говорили о том, что Казань должна стать магнитом для, как минимум, по Волжье, соседних республик, Урала ближнего, и мечтали о том, что к нам будут приезжать, получать образование, и в том числе переезжать лучшие передовые люди. Вот эти цифры, пусть небольшие, 150 учителей, а приезжают к нам лучшие на конкурсной основе. И мы очень рады каждому новому учителю в связи с нехваткой в целом. Не хватает специалистов по всей России, и медиков, и всех, и мы не будем сейчас перечислять. Поэтому вот этот магнит работает, и нам это нужно как воздух учителя. Мы будем рады. Спасибо Раису нашей республике, Рустам Николаевич Мениханов уделяет этому внимание. Мы продолжаем строить активно социальную ипотеку, которая не имеет аналогов в республике, и, конечно, самые комфортные условия. В свое время мы говорили, что школа – это храм знаний. На сегодняшний день можно сказать, что это настоящая фабрика знаний. О пальцах мы, еще раз, не все в зале помнят, но со многим мы с тысячелетия работаем. Мы дошли до того, что физику, химию, астрономию после развала Советского Союза и отсутствия финансирования на первых этапах на новом становлении государственно-российского, мы проходили сложный путь. И кабинеты физики, и химии, эти предметы, обещая биологию, астрономию, там можно дальше перечислять, на пальцах объясняли. А сейчас это просто, ну на самом деле, по-другому не скажешь, космический корабль. Оснащение новых школ, в каждом кабинете интерактивные доски, замечательные лаборатории, библиотеки, актовые залы. И это достойно наших детей, и дай бог их счастливого, благополучного, успешного будущего. Задача на сегодня, у нас еще две недели, где-то работы остаются. Необходимо завершить все, что требуется. Всем нам посетить торжественные линейки, мы это делаем ежегодно. И депутата городской думы Дениса Геннадьевича, я прошу, чтобы все приняли участие. Главы, сидящие в зале, руководители Болтара Фаэльича, чтобы мы расписали. И это не праздный интерес, это своими глазами пройти, посмотреть то, как начинаем учебный год, посмотреть в глаза нашим дорогим, уважаемым учителям, их настроение, детей, родителей. Одним словом, нужно иметь, оценить обстановку в школе, иметь свое мнение на этот счет по каждой школе. Ну и то, что мы не первый год уже делаем, это дневник добрых дел, дневник юного эколога. Это важнейшая часть нашего воспитательного процесса. Для нас не менее важно, чем давать основу знаний, согласно федерального закона об образовании по стандарту. Но тем не менее, вот эти вещи, которые мы робко начинали, сегодня уже полюбились как преподавателям, которые, классным руководителям, которые в первый раз, в первый класс приводят малышей, так и родителям, у которых дети уже выросли. Не просто перелистывая дневник добрых дел и дневник юного эколога, но они получают определенную и воспитание, привычки делать добро и беречь окружающую среду. Это другой город, это другие дети и другие люди, когда мы будем этому системно уделять внимание. Наряду со строительством социальных объектов в городе не снижается жилищное строительство. Прошу доложить об итогах строительной отрасли за первые полугодия. Азатронычу Нигмадзяну, первого заместителя руководителя исполнительного комитета. Сегодня Казань представляет собой огромную строительную площадку. Это позволяет говорить, что наш город развивается, так как строительство, по сути, это обновление и прирост основных фондов, что позволяет проводить в городе различные мероприятия, в том числе федерального и международного значения. Сегодня мы озвучим основные итоги работы строительного блока города Казани. По итогам 7 месяцев 2024 года исполнительным комитетом Казани выдано 144 разрешения на строительство. Из них 81 разрешение на строительство объектов гражданского назначения, 30 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, 16 разрешений на строительство объектов производственного назначения, 8 разрешений на строительство блокированных жилых домов, 9 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Выдано 71 разрешение на ввод и эксплуатацию объектов различного назначения. Из них 46 разрешений по объектам гражданского назначения, 16 разрешений по многоквартирным жилым домам, 7 разрешений по блокированным жилым домам, 2 разрешения по искусственно созданным земельным участкам. Оформлено 973 уведомления о соответствии планируемых строительств ИЖС, садовых домов и 451 уведомления о соответствии построенных объектов ИЖС и садовых домов. Основным драйвером строительства является жилищное строительство. Средняя обеспеченность жильем в городах Российской Федерации составляет 20,83 квадратных метров на человека, в Москве 22,2 квадратных метров на человека, в Казани 28,4. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет 43 квадратных метров. То есть нам есть куда расти. Согласно указу президента Российской Федерации о национальных целях развития на период до 30-го года и перспективе до 36-го года, обеспеченность граждан жильем должен составлять не менее 33 квадратных метров на человека к 30-му году. Объем жилищного строительства к 30-му году по Российской Федерации должен составлять не менее 120 миллионов квадратных метров в год или 0,82 квадратных метров на человека. Начиная с 2018 года, эти цели в Казани уже выполняются. В среднем вводится 0,84 квадратных метров жилья на человека в год. За 2023 год в Казани введено чуть более 1 квадратного метра на жителя. В Республике Татарстан 0,84, в среднем по России этот показатель составил 0,76 квадратных метров в год. Если строить жилье нынешними темпами, то обеспеченность в Казани к 30-му году будет составлять 34 квадратных метров на человека. На 2024 год в Минстроевом Республике Татарстан до нас доведен план по вводу жилья 1,3 млн квадратных метров, что составляет 41,3% от общего плана по Республике Татарстан и обеспечивает около 1 квадратного метра на одного жителя города Казани. За минувшие 7 месяцев в Казани введено в эксплуатацию 887,7 тысяч квадратных метров жилья или 68,3% от плановых показателей на год. А 2023 год, как известно, стал рекордным для Казани по вводу жилья. Введено 1,3 млн квадратных метров. По объекту образования текущее состояние следующее. Ведет строительство трех школ и одного дополнительного корпуса на 270 мест. Итого суммарная вместимость составит 4,219 мест. Общеобразовательная школа с бассейном на 1501 место в жилом комплексе Веса. Здесь работы завершены. Ориентировочная стоимость объекта составляет 2,987,000,000. Общеобразовательная школа на 1224 места по улице Родина. Здесь работы тоже завершены. Ориентировочная стоимость объекта составляет 2,291,000,000. Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Гайля. Выполнение по объекту составляет чуть менее 95%. Ориентировочная стоимость составит 2,157,000,000,000 рублей. Данное общеобразовательное учреждение планируется ввести в эксплуатацию до начала нынешнего учебного года. Дополнительный корпус школы наставничества на территории гимназии номер 2 имени Шигабудина Маржани на 270 мест. Выполнение по объекту чуть менее 84%. Ориентировочная стоимость 601,000,000,000 рублей. Ввод планируется до конца этого года. Хочется отметить строительство пристроя на 618 мест в школе в селе Куюки Пестричинского района. Данное строительство должно разгрузить образовательные учреждения Казани. В последнее время очень часто поднимается вопрос нехватки школ. Надо отметить, что существует два подхода к оценке обеспечения школами. Первый – градостроительный в соответствии с нормативным градостроительным проектированием. И второй – по фактическому наполнению школ. Сегодня практически вся Казань обеспечена документами территориального планирования, в соответствии с которым при их разработке сразу предусматриваются земельные участки для социальных объектов, согласно нормативам градостроительного проектирования. И при этом факт заполнения школ может быть разным. Очень часто приходится слышать, зачем вы строите много жилья, а не строите школы. Здесь можно привести следующие цифры. Жилищное строительство в 69% городов Российской Федерации вообще не ведется. В 2021 году этот показатель равнялся 72%. Это по данным рейтинга Агентства строительного комплекса. Основная причина – это отрицательная миграция, как итог сокращение численности населения, падение экономических показателей. То есть эти города затухают. Вопрос о строительстве соцобъектов там не стоит, потому что жилье первично. Для информации в Казани в 1991 году было введено 246 тысяч квадратных метров. Как я уже отмечал, мы работаем в соответствии с утвержденными нормативами, и для смены парадигмы необходимо внесение изменений в них. Например, в 2022 году Роспотребнадзор внес изменения в нормативы проектирования мест питания в школах, увеличив их до 750 мест, что с точки зрения организации питания является неверным. Благодаря вашей инициативе, Ильсу Раисович, через федеральные структуры запущен процесс уменьшения мест питания в школах до 450 человек, что является оптимальным, и это изменение будет тиражировано для школ всей республики. Также ведется строительство детских садов общей вместимости 600 мест. Дошкольные учреждения на 260 мест ЖК Салават Купере ввод планируется до конца учебного года. Здесь строительные монтажи работ завершены. Ориентировочная стоимость 446 миллионов рублей. Дошкольные учреждения на 260 мест по улице Бухарская ввод планируется в октябре этого года. Выполнение по объекту составляет 81%, ориентировочная стоимость 446 миллионов рублей. Дошкольные учреждения на 80 мест по улице Ягодинская ввод планируется в октябре этого года. выполнение чуть более 87%, ориентировочная стоимость 232 млн. рублей. Среди введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения можно отметить следующее. 19-этажный медицинский комплекс по улице Алексея Козина, включающий в себя взрослую и детскую поликлинику суммарной мощностью 890 посещений в смену. Больницу на 305 койко-мест введен в эксплуатацию 30 мая этого года. Центр врача общей практики педиатра в жилом массиве Чебокса рассчитан на 31 посещение в смену, введен в эксплуатацию 25 марта этого года. Здание хосписа на 60 койко-мест по улице Братев Батталовых введено в эксплуатацию 12 января этого года. Введется строительство медицинских учреждений, офис врача общей практики и участковых педиатров детской городской клинической больницы номер 7 в жилом массиве Борисоглебская, мощностью 31 посещение в смену. Выполнение составляет 32% стоимость 56,5 млн. рублей. Филиал поликлиники городской клинической больницы номер 12 в жилом комплексе Салават-Купере на 750 посещений в смену ввод объекта запланирован на октябрь этого года. Выполнение по объекту составляет 87% стоимость 622 млн. рублей. На сегодня ведется работа по подготовке разрешительной документации четырех объектов здравоохранения, по которым Минздравом Республике Татарстан подана заявка на включение в план строительства в 2025 году. Это поликлиника на 400 посещений в смену в жилом комплексе «Весна», поликлиника на 400 посещений в смену в жилом комплексе «Времена года», детская поликлиника на 200 посещений в смену в жилом комплексе «Волжские просторы», центр врача общей практики и педиатра на 100 посещений в смену в поселке Вишневка. Также ведется проектирование многопрофильной детской больницы на базе городской детской больницы номер 1 на 400 койко-мест по улице Гаврилова. Сейчас проводится работа с сетевыми организациями по оптимизации стоимости подключения. Стартовало строительство приемно-диагностического отделения центральной городской клинической больницы номер 18 на улице Хусаина-Мавлютова площадью 4300 квадратных метров. Ориентировочный срок ввода 2025 год. По объектам спорта ведется строительство трех универсальных спортивных площадок по улице Короленко, улице Интернациональная, улице Беломорская. Выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного центра ФИЗРА в жилом массиве Салават-Купере с пропускной способностью 1024 человека в день. По данному проекту заключено концессионное соглашение в рамках муниципального частного партнерства. Ведется проектирование Центра развития футбола на 160 мест с тренировочным манежем, оздоровительным комплексом и бассейном общей площадью 10 тысяч квадратных метров, который расположится на территории базы футбольного клуба «Рубин». В исторической части города продолжается восстановительная работа на 9 объектах культурного наследия. Эти объекты приведены на слайде. В границах исторического поселения за прошедшее время выдано 14 разрешений на строительство. Эти объекты прошли в установленном порядке межведовственную комиссию по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при Президенте Республики Татарстан. В рамках нацпроекта «Экология» осуществляются следующие проекты. По федеральному проекту «Оздоровление Волги» продолжается реконструкция биологических очистных сооружений канализации. Выполнение по объекту составляет чуть менее 89%. Ориентировочная стоимость объекта – 9,366,000,000 рублей. Завершение работ по данному объекту запланировано в этом году. По федеральному проекту «Чистая страна» проводится рекультивация иловых полей, биологических очистных сооружений. Выполнение по объекту составляет чуть более 68%. Ориентировочная стоимость объекта – 8,148,000,000,000 рублей. Завершение работ по данному объекту запланировано на 2025 год. Подводя итоги, можно сказать, что Казань продолжает демонстрировать высокие результаты в строительной отрасли. План по вводу жилья на 2024 год будет выполнен. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся решения всех поставленных задач. Будут появляться новые значимые объекты, комфортное жилье, социальные объекты на благо жителей и гостей столицы. Доклад окончен. Ихтибар Блян-Танагановичин, Бигзур-Рахмет. Спасибо за внимание. Спасибо за это. Лучше присаживайтесь. Я понимаю, что вы готовились к докладу и цифры выверяли, но странно представить, что есть города, где ничего не строят. 69% городов. У Мараса Кризановича, да? Да, печально жить в таких городах. И слава Богу, за нашу республику и за нашу столицу мы прирастаем и в население, и за счет положительного сальдо по рождаемости и по миграции, по количеству студентов, которые выбирают Казань место учебы. Это очень-очень важно. И надеемся сохранить при всей сложности этот набранный темп. Что касается изменения стандартов строительства, действительно мы, поскольку, еще раз говорю, ногами любой объект посещаем во время строительства, начиная от размещения, решения каких-то вопросов сетей, инженерной инфраструктуры, дорог, посадки, земельных участков, там масса, огромная работа, и не надо это знать никому, это наша рутинная, но большая работа. И вот посещая одну из новых школ, увидели, что актовый зал в два раза уменьшился. На вопрос, почему, выяснилось, что вышел новый норматив строительства, и еще раз, изменения стандартов строительства не всегда имеют плюсы. На вопрос, почему актовый зал в два раза меньше, сказали, что в два раза больше стало столовая. Почему? Ну вот новый такой норматив. Я пригласил Риму Замиловну, департамент, 750, вот на полторы тысячи школа 750 мест. Я спрашиваю, вот вы департамент, у нас профессиональный коллектив, который умеет решать задачи. За сколько, как можно 750 детей за раз накормить? Она говорит, возможность максимально, если вот просто суперталантливый коллектив, одновременно накормить 450, горячим питанием, качественным, за те положенные там перерыв времени, 15 у нас по-прежнему, вот за 15 минут. Если накрывать, можно и 750, но это заранее накрывать надо, это полуостывшие, далеко не горячие блюда, ну и какая необходимость за две смены школу кормить. Вот спасибо Марат Шекерзянчу. Хуснуль, он дал соответствующее поручение, и мы сейчас сильно работаем над тем, с коллегами из федерального правительства, из Роспотребнадзора, чтобы вернуться к цифре 450, ну то есть треть, и за три смены спокойно, качественно кормить наших детей. А это, еще раз говорю, в школу-то объем не менялся, просто отняли у спортзала, у рекреации, у кабинетов, поэтому важно всегда держать руку на пульсе, а опять-таки это государственные деньги, это бюджетные деньги, полупустая столовая, а актовый зал, он живет своей активной жизнью в любой школе. Мы показали, наш строительный сектор показал, что умеет адаптироваться к любым условиям, несмотря на колебания рынка, и у нас есть основания полагать, что в план миллион триста тысяч квадратных метров будет выполнен, и что важно, это комплексная застройка, о чем Азатурбич доложил. Те проблемы, которые в новых микрорайонах решаются, спасибо еще раз хочу подчеркнуть правительству нашей республики, Алексею Валерьевичу Песошину, который лично курирует эти вопросы программные и по республике, и по столице в том числе, ну и, безусловно, Раис нашей республики, Рустей Магалевич Медиханов. Спасибо всем за поддержку наших социальных объектов. Ну, есть моменты по тому, что вокруг Казани или к нам наши соседи, я об этом не хочу говорить, но хочу напомнить, что в этом зале мы били тревогу, и в личных беседах тогда еще с прежним руководителем правительства говорили о том, что нельзя застраивать фавелы эти, пусть они современные, но такие без социальной инфраструктуры, особенно без дорог, обманывают застройщики жителей, жители обманываясь, покупаются на различные названия, как станции спортивные назвали, и в полной уверенности люди, что туда метро придет. У нас там в ближайшие 30 лет и мыслей не было даже туда. Поэтому важно комплексно вместе с коллегами из Министерства строительства и ЖКХ, с Институтом развития города, с Институтом пространственного развития республики, вопросы казанской агломерации, дороги, социальной инфраструктуры, применение рабочей силы, маятниковой иммиграции, все это должны мы внимательно смотреть и отстаивать, потому что это наша с вами задача и наша зона ответственности, чтобы в том числе пригородные районы не вводили в заблуждение жителей дешевым квадратным метром, где априори не может быть решена инфраструктура, потому что там нет красных линий, не оставлены в отличие от Казани по генплану места под детские сады, школы, развитие дорожной инфраструктуры, ну и других социальных объектов. В начале августа Руслан Моголевич Мениханов анонсировал долгожданную программу, новую по модернизации сетей. Для нас это как манна небесная, но мы ее сидя не ждали в своих кабинетах, мы любую площадку использовали и выступая на федеральных уровнях, и в нашей республике о том, что запас прочности инженерных сетей, построенных в Советском Союзе, был исчерпан, и многие годы мы использовали все возможности для ремонта сетей, водоканал, Казаэнерго только собственными силами. Опять-таки, к сожалению, ошибочное решение правительства, там, десятилетней давности правительства России, когда убрали инвестиционную надбавку в водоканал, ну, мы об этом не раз говорили, слава Богу, и спасибо большое, что Руслан Гогач услышал. Мы сегодня в преддверии огромной работы, теперь у нас появилась надежда, а РАИС нашей республики, анонсируя любые программы в республике Татарстан, всегда дело доводит до конца, поэтому мы верим в то, что здесь большой объем работ. Казань, она априори тысячелетняя, везде сети, наверное, нуждается, но самое большое количество жителей и нагрузки на сети у нас, поэтому мы дали поручение провести соответствующую работу по объектам, которые должны войти в программу. Возглавляет это лично руководитель исполкома Рустам Гельфанович Гафаров. Безусловно, там, где нужно наше совместное лобби, мы вместе пойдем. Искандар Амарович, я прошу доложить о том, как мы будем готовиться к старту программы. Проблема недоремонта сетей ресурсоснабжающих организаций в Казани решается в рамках инвестиционных программ предприятий. Муниципальное предприятие «Водоканал» реализует две инвестиционные программы. Первая – долгосрочная, основная программа, утверждена на период с 2014 по 2028 годы. Она разработана в соответствии с генеральным планом схемы водоснабжения и водоотведения города. Мероприятия программы утверждены на сумму 21 миллиард рублей в долгосрочной перспективе на 15 лет. Всего за период с 2014 года в рамках этой инвестиционной программы выполнено строительство и реконструкция объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей. Построены такие значимые объекты, как канализационная насосная станция «Заречная» и цех термомеханической обработки осадка на территории биологических очечных сооружений. За период с 2014 по 2023 год предприятиям построено 90 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения и произведена реконструкция 3 километров сетей водоснабжения и водоотведения. На период 2024-2028 годы программы предусмотрены мероприятия на сумму 10,3 миллиарда рублей. Это строительство 62 километров сетей водоснабжения и водоотведения и реконструкция 5,5 километров сетей и сооружений. В 2022 году за счет увеличения тарифов на воду и отведения стоков была принята дополнительная инвестиционная программа на период по 1928 год. Объем финансирования этой программы – 9,5 млрд. рублей. Предусмотрены реконструкции 44 км сетей водоснабжения и 9 км канализационных коллекторов. В 2024 году, помимо основного источника, предусмотрено финансирование 19 мероприятий за счет средств Фонда развития территории на сумму 410 млн. рублей в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Итого, на сегодня объем инвест-программы «Водоканал» составляет 30,5 млрд. рублей. Из них по итогам первого полугодия 2024 года освоено 6,5 млрд. рублей. Выполнение программы составляет 21%. Инвест-программа «Казэнерго» утверждается ежегодно. На 2024 год запланировано мероприятие на сумму 377 млн. рублей, в том числе 71 млн. бюджетных средств. Предприятиям запланирована реконструкция тепловых сетей протяженностью 15 км, замена двух котлов котельных, реконструкция и ремонт 19 зданий котельных и 12 дымовых труб. Замена физически устаревшего, непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования в количестве 113 единиц. Выполнение программы составляет 50%. С целью дальнейшего повышения качества услуг по обеспечению населения Казани бесперебойным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением и горячей водой, муниципальные предприятия «Водоканал» и акционерное общество «Казэнерго» подготовили планы мероприятий по разработке проектно-сметной документации по реконструкции наиболее изношенных и аварийных сооружений участков трубопроводов. К первоочередным объектам «Водоканала» относятся, например, второй северный коллектор диаметром 1200 мм протяженностью 0,54 км, который оказывает услуги по транспортировке свыше 300 тысяч человек. Канализационный коллектор 1000 мм диаметром, который оказывает услуги по транспортировке источных вод в жилом массиве Юдина. Водовод 700 мм диаметром по улице «Космонавтов», который снабжает водой свыше 70 тысяч казанцев, и еще 78 участков трубопроводов общей протяженностью 47 км. Разработано техническое задание на проектирование реконструкции этих 81 участка сетей. Из бюджета города выделено 400 млн рублей на проектирование, и в настоящий момент эта работа ведется. Акционерное общество «Казэнерго» также разработало перечень первоочередных мероприятий, которые включают в себя замену 24 км тепловых сетей, 33 котла агрегата, 6 новых блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Также начата разработка проектной сметной документации как самого длительного этапа реализации мероприятий. Разработан тех заданий и сметы на проектирование, идет подготовка к проведению закупочной процедуры на сумму 50 млн рублей, выделенных из средств городского бюджета. Реализация мероприятий позволит заменить наиболее изношенные, находящиеся в предаварийном состоянии сети и сооружения. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Еще раз. Главная задача максимально подготовиться к старту программы. Еще раз, Рустам Гельфанович, давайте мы Водоканал, Казэнерго, Аскандар Анатольевич, вы отдельно посмотрим, Денис Геннадьевич, на этой неделе. Подготовьте еще раз первоочередность наших объектов. На чем мы будем настаивать? Первый год работы программы «Пятилетка», «Десять лет» и так далее. И важно это все обосновать, безусловно, разработать проектно-сметную документацию. На радостях в отсутствие денег мы уже выделили 450 млн рублей из городского бюджета на проектирование. Важно эту работу синхронизировать с тем, чтобы на начало реализации программы проекты и экспертизы уже были. И также отработать механизм по другим республиканским программам. Более того, я заслужил уже Водоканал. Одно дело проект, экспертиза, другое дело способность физически эти объемы освоить. А завтра, ребята, прошу вас отдельно совещание собрать по тем силам, которые мы, какими силами мы такие объемы сможем победить. Потому что одно дело, там, 2-3 километра, 5 собственных сетей, и казанские тепловые сети мы встречались, и на Казэнерго. Другое дело, когда масштабный проект начнется, и масштабное финансирование, мы должны будем, соответствующим образом, быть готовы, чтобы освоить данные средства. Подготовьте, включите, как будут готовы, с Рустем Гельфуановичем включите в график отдельное совещание в зеленом зале, чтобы мы заслушали, как мы будем побеждать. Рустем Гельфуанович, Денис Геннадьевич, Азатрович, Искандар Анварович, Казэнерго Водоканал. Новые проекты готовятся по линии Доброй Казани. Татьяна Сергеевна, директор ОНО «Добрая Казань», пожалуйста. В нашем городе в рамках проекта «Добрая Казань» с 20 августа запускается акселератор для молодых некоммерческих организаций. Цель проекта – выявить интересные для города социальные решения и дать инструменты их авторам для развития. В акселераторе могут принять участие некоммерческие организации, регистрация которых в Министерстве юстиции произошла не ранее одного года со дня объявления о начале приема заявок. Акселератор поделен на три этапа. Первый этап – конкурсозаочный отбор. Второй этап – выездной образовательный заезд в молодежный центр «Волга», где участники в течение трех дней пройдут обучение по написанию грантов, стратегическим и тактическим задачам в работе НКО и доработают собственные инновационные проекты, с которыми они подались на акселератор. Третий этап – это защита проектов, по итогам которой разработается маршрут их реализации. В рамках акселератора с участниками будут работать лидеры некоммерческого сектора Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнес-тренеры. Лучшие получат поддержку наставничества и реализации под эгидой «Добрый Казани». Проект реализуется совместно с Комиссией по социальным вопросам и благотворительности и развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Республики Татарстан. Заявки принимаются от организаций, зарегистрированных на территории города Казани. Прием заявок пройдет с 20 августа по 10 сентября. 25 сентября будут объявлены организации, вошедшие в акселератор. В приоритете следующие направления – инклюзивное общество, экология и семейные ценности. Все подробности на сайте «Добрая Казань» во вкладке «Конкурсы». Для ребят с особенностями здоровья «Добрая Казань» запускает литературный конкурс совместно с Международной независимой литературной премией «Глаголица», которая проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В рамках конкурса с 20 августа по 20 сентября принимаются работы ребят с инвалидностью, проживающей в городе Казань в двух возрастных категориях. Это дети от 10 до 13 лет и подростки от 14 до 17 лет включительно. В конкурсе две номинации. Первая номинация – это проза на русском и татарском языках, и вторая номинация – это поэзия на русском и татарском языках. По итогу работы жюри будет отобрано 15 произведений, которые войдут в иллюстрированную книгу добрых историй. Каждый автор-победитель получит гонорар в 20 тысяч рублей и будет приглашен на торжественную церемонию награждения и встречу с известными писателями, которая состоится 18 ноября в Большом концертном зале имени Сайдашева. Все подробности, положение конкурса и заявка размещены на сайте Доброй Казани, также во вкладке конкурса. Благодарю за внимание. Спасибо. Добрый Казань. Мы в свое время в том числе задумывали, как для координации организаций, которые занимаются социальными проектами. Акселератор для молодых организаций – это важное подспорье, поэтому сегодня Татьяна Сергеевна и свои команды нарастили мускулы, компетенцию, имеют такой уровень компетенции, что может вести системную работу с такими организациями. Безусловно, в этом обоюдная польза, и будем и дальше поддерживать общественные инициативы для неравнодушных наших казанцев, начинающих компаний. Только начинающих на этой Ниве дорогу очень важно поддержать, правильно составить заявки. Там целый комплекс работ, которые Добрый Казань помогает реализации. Поэтому пожелаем успехов и будем поддерживать и дальше системно эти вопросы. Коллеги, на этом вопросы делового понедельника завершены. Всем удачной рабочей недели, берегите себя.